Здравствуйте, мои маленькие любители математики! Продолжаем, продолжаем с вами решать интересные задачи. Сегодня мы посмотрим на такой вот занятный примерчик. Звучит он очень просто. Нужно решить вот такое вот уравнение, найти все х, удовлетворяющие ему, и доказать, что других нет. Давайте подумаем. Подумаем, ребят, что тут можно сделать. Нашел эту задачу среди олимпиадных нынешних. Вот, что самое интересное, я точно помню, что видел ее в советском учебнике. Для, наверное, класса это были то ли третьи, то ли четвертые. То есть то, что сейчас решают на олимпиадах в одиннадцатых классах старших. Вот советское время, времена лучшего в мире технического образования. Золотой век нашей страны. Такое решали классе в третьем. Ну давайте, какие у вас появились мысли? Ну я скажу, какие мысли появились у меня, да? Вот все в этом мире, понимаете, не случайно. Особенно в математических задачах. 89, 144. Что это за коэффициенты? О чем они вам напоминают, ребят? Ну конечно, конечно, знатоки скажут, что это числа Фибоначчи, да? Как у вас идет там, да? Это один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пятьдесят пять, восемьдесят девять и сто сорок четыре. Да? Это не случайно. Возможно, эта задача как-то с числами Фибоначчи связана, да? Тем более на превью нарисован сам Фибоначчи, да? Наверняка это намек. Так, и что же можно про числа Фибоначчи хорошее сказать? Про многочлены, может быть, про какие-то корни. Но наверняка большинство из вас знает такую штуку, как формула Бене, да? Что n-ное число Фибоначчи, оно имеет следующий вид, что это один плюс корень из пяти на два в степени n, плюс, не плюс, а минус там скорее, да? Это один минус корень из пяти на два в степени n и деленное на корень из пяти. Так называемая формула Бене. Вот. Сейчас только там, наверное, на корень из пяти, да? На корень из пяти, да, конечно. Для единички можно проверить. Вот. Соответственно, как же нам все вот это может помочь? Ну, мы начинаем пытаться вот в эту логическую, логическую ассоциацию провести. Что такие числа один плюс корень из пяти, один минус корень из пяти у вас являются чем? Являются корнями вот такого вот уравнения. И вот оно-то уж, наверное, и как-то будет связано с вашим исходным уравнением, подумал я, да? Ну, а действительно, смотрите, давайте так вот выразим лучше, что x квадрат это не что иное, как x плюс один. Тогда что такое x в кубе? Давайте запишем. Это x квадрат плюс x, а x квадрат, в свою очередь, это x плюс один. То есть это будет double x плюс один. Что такое x четвертый? Как его можно узнать? Ну, можно вот это вот выражение умножить на x и double x в квадрате расписать как x плюс один. То есть у вас будет 2x плюс один плюс x, то есть 3x плюс один. И, соответственно, да-да-да. И еще, наверное, плюс единичка у вас тут будет находиться, которую я забыл, да? Потому что эту единицу умножают на двойку. Плюс один плюс один, то есть плюс два. И, соответственно, дальше логика-то какая, что мы каждый следующий раз умножаем вот это на x. И тогда какой у нас коэффициент при x будет находиться в итоге? Коэффициент при x, во-первых, берется из последнего, как бы, члена, из свободного члена предыдущего, да? И, соответственно, из просто коэффициента при x предыдущего, когда вот вы x плюс один там подставляете. А свободный член, откуда берется, правильно, из коэффициента при x предыдущего. А ровно таким же соотношением, да, у вас связаны какие числа? Правильно, числа Фибоначчи. Ну и тогда, если мы распишем, то x в 12 это есть ничто, ничто иное, ребят, как получается 144x и плюс предыдущий, то есть плюс 89. А x в 11 это 89x плюс предыдущий, то есть плюс 55. Ну, если переход с числами Фибоначчи не поняли, можете вот так же дальше дорасписать, у вас все получится. Вот. И в таком случае, да, видно, что если я вот эти числа подставлю в свое исходное уравнение, то у меня коэффициент при x будет уже нулем. Действительно, вы 144 умножаете на 189 и вычитаете 89 умноженный на 144. Коэффициент при x ноликовый у вас остается только что? Только 89 в квадрате минус 144 на 55. Ну, те, кто знаком с числами Фибоначчи, с их свойствами, знают, что такое произведение, такая разность равна единице. Вот. Ну, можете почитать вручную, да. Соответственно, что мы с вами сейчас поняли? Мы поняли, что такие x, которые удовлетворяют вот этому уравнению, они являются и корнями вот этого уравнения. Значит, корни исходного уравнения, это уже числа минус, не минус, просто 1 плюс-минус корень из 5 на 2. Но возникает вопрос, ребят, да, соответственно, есть ли другие корни. Ну, а других корней, очевидно, нет. Смотрите, да, что можно с этой функцией сделать? Ну, базовое абсолютно предположение, основное, да, с плохими уравнениями можно. Что можно взять производную? Производная, это у вас будет 89 умножить на 12 умножить на x в одиннадцатой минус 144 умножить на 11 умножить на x в десятой. Это ваша производная, да, можно вынести. 89х минус 144 на 11. Итого, ребят, что у вас видно? Что производная, да, меняет знак только один раз. То есть, у нее, как бы корня 2, но вот этот корень, из-за того, что он кратный, четную кратность имеет, знак в нем не поменяется. То есть, у вашей функции всего лишь 2 промежутка монотонности. То есть, выглядит она, ну, с учетом перегиба в нуле, как-то вот так вот, да. А что мы знаем про монотонные функции? Ну, мы знаем, что монотонная функция, она имеет не более одного корня. Ну, действительно, если у вас что-то растет, и вы говорите, что это равно константе, да, ну, как это может иметь больше одного корня? Не может. Но, соответственно, у вашей функции можно ее разбить на две с двумя промежутками монотонности, получается. На первом промежутке монотонности у вас максимум один корень, и на втором промежутке монотонности у вас также максимум один корень. Все, значит, ваше уравнение имеет не более двух корней, а два корня мы нашли. В общем-то, задача решена, вот он ответ. А на сегодня все. Оставляйте комментарии, ребят, ставьте лайки, отправляйте ролик друзьям. Очень нужна ваша поддержка. До новых встреч!